привет друзья сегодня я хотела бы рассказать вам о моей любимой бумаге у компании скетч маркер это склейка bristol pad она выпускается в двух форматах это формат а4 и формат опять как вы видите я еще не начинала рисовать в склейке формата а4 однако это уже вторая моя склейка формата опять хотел бы показать вам некоторые мои работы и сказать несколько слов о некоторых из них прежде всего хочу сказать что обложка не очень плотная но для меня не имеет это значение чаще всего я отрываю листики и рисуем вне этой склейки однако если у вас нет такой привычки хочу сказать что листы в принципе крепится достаточно плотно и возможно даже потребует некоторое усилие чтобы оторвать лист от основного альбома давайте вместе посмотрим на те работы которые у меня получились на этой бумаге это одна из самых моих первых работ по моему прошлого года я рисовала в начале весны тюльпаны как вы видите бумага односторонняя но чернила не очень сильно проходят на обратную сторону потому что плотность этой бумаги 300 грамм еще одна моя работа уже этого года небольшой тюльпан фуд иллюстрация я рисовала булочку и дополняла кое-где цветными карандашами для того чтобы у меня получилось более реалистичная фактура еще один рисунок давайте я переверну 3 февраля 2021 года была нарисована эта работа я здесь очень активно работала блендером дополняла работу цветными карандашами опять же чтобы достичь реалистичности серия яблок красное яблоко с такой очень контрастной тенью я нашла референс в интернете плохо помню имя фотографа автором но вот он решил сделать такую темную насыщенную тень еще одно яблоко с каплями воды тот же автор референса даже можно наверное узнать одно и то же яблоко с тем же самым листиком здесь я пыталась изобразить скульптуру из-за того что бумага плотная очень интересно работать также с поталью достаточно хорошо приклеивается удобно я пыталась приклеить потали к более тонкой бумаги и у меня ничего не получилось мне пришлось вырезать рисунок и наклеивать потали уже на картон как совмещать делать калаш и так далее то есть вот эта бумага из плотности 300 грамм хорошо взаимодействует с поталью такая своеобразная копия климта и его известной картины маркерами несколько пейзажей я рисовала маяки участвовала в арт марафоне здесь мне долгое время не нравилось как у меня получается трава и я использовала ручку я использовала капала чернилами многочисленные слои маркеров бумаг и все выдержала но с обратной стороны вы видите да как я работала чернилами остались вот такие пятна еще одна работа маяк ночью и тоже такой морской у меня был пейзаж последняя работа образ смотрителя маяка нужно было нарисовать возможно вы видите я здесь достаточно сильно работала механическим карандашом с тонкими розовыми стержнями но тем не менее интересный был эксперимент что я хочу сказать в итоге это одна из как я уже говорила любимых моих бумаг потому что она плотная потому что с ней можно экспериментировать она не боится многочисленных слоев не боится карандашей ручек по талии всего что угодно мне очень удобен формат опять ну как вы видите в этом альбоме меня осталось всего лишь два листика формат а4 я еще не начинала несколько побаиваюсь по моему даже хотя я вырвала один лист разрезала его также пополам чтобы сделать опять ну не знаю самый комфортный для меня размер но очень дорожу и люблю и жду с нетерпением когда начну рисовать в альбоме а4 ну на этом все надеюсь вам было интересно и очень рекомендую эту бумагу этот формат попробуйте мне кажется вам понравится